Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем с программой Утренний Фрэш. Я, Анна Карачук, как всегда расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля, а также познакомлю с другими интересными событиями. Сегодня на территории Гомельской области будет ясная погода. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 6 метров в секунду. Картина галереи Гаврила Ващенко запустила новый актуальный проект «Один на один с искусством». Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения выставок галереи на определенный час. А галерея обеспечит отсутствие других посетителей в здании в это время. Информацию о том, где и как оставить заявку на индивидуальную экскурсию, можно найти на сайте галереи и в социальных сетях. Говорят, что старые часы показывают прошедшее время. Так ли это? Попытаться ответить на этот вопрос могут посетители выставки «Отмеряя времени ход». Коллекция часов в собрании музея Гомельского дворцового паркового ансамбля – одна из самых захватывающих. Она дает представление о том, насколько разными бывают хронометры. Мини-выставка открылась в центральной части дворца. Его гости увидят часы, которые были изготовлены и использовались в конце 19-го – начале 20-го века. В Гомеле в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне будет создана музейная экспозиция, посвященная истории органов пограничной службы. Ее разместят в средней школе номер 3 города Гомеля имени Пениськова. Экспозиция станет площадкой для патриотического воспитания подрастающего поколения. Она расскажет о героическом прошлом и созидательном настоящем органов пограничной службы Гомельщины и Беларуси. Вклад в создание музейной экспозиции может нести любой желающий. Экспонаты и материалы принимаются в школе номер 3. Открытие запланировано ко Дню Победы. 10 апреля во дворце Румянцевых и Паскевичей начнет работу выставка «Избранные святые». Иконы, выполненные в традиции резной иконописи, представит Владимир Куклин. Образы созданы по канонам древнерусских прорезей. Более того, автор уже в течение долгого времени занимается реставрацией икон. Познакомится с его работами и позволит выставка, которая продолжит работу до 17 мая. Картинная галерея Гаврила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку искусств «Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции и скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект дает хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессиональным мастерам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать таланты. Для жителей и гостей Гомеля готовится программа под названием «Страницы милые». Романцы исполнит заслуженная артистка России, солистка Курской государственной областной филарши. Ирина Стародубцева. Мастер русского романца считает, что главное в этом жанре – душа. Поэтому в ее исполнении с необыкновенным сценическим обаянием будут раскрыты все нюансы человеческих чувств. В Гомельской области стартовала профилактическая акция «Мотоциклист». В течение всего мотосезона инспекторы ГАИ будут пресекать нарушения правил дорожного движения со стороны мотоциклистов. Для этого также задействуют мотопатрули. Цель акции – пропаганда безопасности дорожного движения при использовании мототранспорта. Гомельский государственный технический университет имени Сухова начнет готовить специалистов по производству из композиционных материалов и робототехническим комплексам. Без них сейчас не обходится ни одна отрасль промышленности. Уже объявлен набор на ряд новых специальностей. Для слушателей предусмотрена дневная форма обучения. Срок – 4 года. По предварительной информации, по каждой специальности будут набраны группы по 20 человек. К другим интересным новостям. В Беловежскую пущу вернулись бурые медведи. Этот факт зафиксировала камера, установленная в лесу. Следы косолапого обнаружили в конце марта. Затем в объектив камеры попала крупная особь. К слову, в последний раз следы медведя в Беловежской пущи находили летом 2003 года. А исчезли эти животные оттуда в середине 19 века. Вернуть медведя в пущу пытались в 30-е годы прошлого века. Однако попытки не оказались удачными. Кстати, в нашей стране медведь занесен в Красную книгу. А охота на него запрещена. Численность этих животных оценивается всего 80-100 особей. Интересный случай произошел с семейной парой в Великобритании. Кладоискатель с металлодетектором прошел по полю своих бывших соседей. И за пару часов ему удалось найти в земле золотое обручальное кольцо. На его внутренней стороне красовалась гравировка. А с любовью – Кристиана. Необычное имя на кольце подтолкнуло кладоискателя на мысль, что оно могло принадлежать соседу, который недавно переехал в другой регион. Фермер связался с 72-летней Кристиан и спросил, что для нее значит дата 9 сентября 1967 года. Оказалось, что был день свадьбы с ее мужем, который 20 лет назад потерял это самое кольцо. Супруги были очень удивлены, когда дорогая вещь вернулась к ним спустя два десятка лет. Кофеманы знают, их любимый напиток прекрасно тонизирует. Но как происходило знакомство человека с кофе? Есть информация, что все началось с одной любопытной козы, которая наелась листьев и плодов кофейного дерева и не смогла уснуть. Эфиопский пастух был удивлен таким эффектом. Он поспешил к настоятелю монастыря, которому и рассказал о дереве. А настоятель уже самостоятельно проверил эффект растения. После этого он наказал пить тонизирующий напиток монахам, чтобы те боролись с усталостью во время ночных молитв. Затем монахи научились обрабатывать и готовить кофе из обжаренных и молотых зерен. Так люди на всех континентах узнали об этом напитке. Конечно, на это понадобилось время. О том, как кофе распространился, я расскажу далее. Первый кофейный магазин появился в 15 веке в Стамбуле, а в 16 столетии появилась первая кофейня. Кофе начал покорять европейские страны в 17 веке. Его узнали в Вене, и вскоре там открылось первое кофейное заведение. Вкус напитка, получившего название «кофе по-венски», был адаптирован к вкусу европейских гурманов. А вслед за Веной кофейня появилась и в Париже. И со временем кофе покорил все европейское общество. И немного о братьях наших меньших. Почему кошки мяукают? Этим вопросом задались ученые и выяснили, что при общении между собой эти питомцы используют запахи и движения. А вот мяуканье предназначается специально для человека. Так они пытаются что-то сказать нам. Наверняка владельцы кошек заметили, что без особой необходимости их питомцы мяукать не будут. Тело человека – передача о вопросах здоровья. Как говорит статистика, большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена передача тела человека. Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4» в Гомель в 19.30. Как всегда по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Не упустите хорошую возможность полезно провести вечер всей семьей телеэкрана. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Рабочая неделя только началась. Пусть она будет продуктивной, а настроение только солнечным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова